У Путина в лексиконе появилось новое словосочетание «союзные государства», он упомянул последние несколько раз, я это услышала, и возникает вопрос, что он подразумевает помимо России и Беларуси. После того, как Митеж Пригожина был подавлен и его лагеря перестали существовать, белорусские лагеря вагнеровцев на территории Лукашенко, стало очевидным, что никаких атак пока не имеют, никаких терактов готовят они стран Балтии или на границе с Польшей. Но я вижу сегодняшнее заявление Пашиняна о накоплении войск Азербайджана и угрозе эскалации. Вот как вы оцениваете все, что происходит между Нагорным Карабахом и границей с Армении, насколько этот ресурс будет использован, насколько по местам, которые Путин держал в таком напряжении, насколько сейчас будут объявлены некоторые рейды, чтобы к выборам в России все-таки вот это псевдо-союзное государство, о котором он говорит, и которое живет в его голове, он может презентовать в качестве своего джокера на избирательной кампании? Ну, я не думаю, что союзное государство вообще имеет какое-то там право на существование не в этом даже смысле, а что оно просто недейственное совершенно. Мы все прекрасно знаем, что Белоруссия де-факто давно уже аннексирована, и в принципе о союзном государстве России и Белоруссии говорится уже столько десятилетий, что, в общем-то, ООС, по большому счету, и ныне там. Что же касается ситуации в Нагорном Карабахе, действительно достаточно сложно. Мне кажется, Путин может использовать в качестве провокаций, подталкивая к этому новому вооруженному конфликту, а конфликт, он на самом деле там достаточно многие годы. Мы знаем прекрасно, что, в общем-то, и территориальные споры между Азербайджаном и Арменией, и, в общем-то, там сейчас ситуация, насколько я понимаю, достаточно сложная с точки зрения гуманитарной. Там перекрыты дороги, и люди в Нагорном Карабахе не могут получать ни продукты, ни медикаменты, ну, и достаточно, опять-таки, выезжать даже не могут. Поэтому ситуация там достаточно сложная, и Путин, мне кажется, может ее использовать именно для дестабилизации в этом регионе, свои полномочия, свои возможности. Не секрет, что Армения является союзником России в той или иной степени, зависит экономически от России полностью. И здесь уже, ну, ни о каком союзном государстве речи быть не может, на мой взгляд. Армянский народ, он, в общем-то, независим, и вряд ли хочет присоединиться к вот этому альянсу фашистов из России и Белоруссии. Другое дело, что действительно внутренняя ситуация там достаточно сложная, и Азербайджан стягивает войска, не знаю уж ли какой цели, то ли это достаточно такая просто демонстративная вещь. Нет необходимости, насколько я понимаю, из моих знаний этого вопроса, нет необходимости для вторжения войск Азербайджана. Но, опять-таки, Путин может это использовать, может использовать, вот, насколько, опять-таки, к выборам это не имеет значения никакого, потому что в России выборов нет. Да, вы думаете, с какой целью сейчас эта ситуация на границе накаляется? А это просто дестабилизация мировой вообще системы, это геополитические вопросы, которые Путин умело, в общем-то, надо сказать, использует. Поэтому здесь это чисто для того, чтобы и отвлечение внимания от войны, которую он начал с Украины, чтобы повестка информационная в мире смещалась. Опять-таки, пропаганда российская делает все возможное для того, чтобы в мировых средствах массовой информации как можно меньше рассказывалось о состоянии дела сегодняшних на фронте, о том, что происходит в оккупированных землях, на оккупированных территориях. Поэтому это как факт дестабилизации, действительно, и может быть просто уведение вопроса войны с Украиной, с первых, скажем так, полос и газет, и новостных репортажей. Поэтому, конечно же, естественно, если какая-то заваруха сейчас начнется между Азербайджаном и Арменией, безусловно, все мировые агентства в какой-то момент переключатся сразу же туда. И там то, что происходит в Украине, то, что происходит в оккупированных землях, как я уже сказал, уйдет на второй план. Поэтому это может Путин совершенно спокойно использовать. Здесь я не вижу никаких препятствий для него. Ну, а к выборам действительно не имеет никакого отношения. Не важно, кто голосует, важно, кто их считает. Песков уже давно, по-моему, объявил результаты выборов 2024 года. Поэтому здесь даже обсуждать, мне кажется, нечего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok